Друзья, всех приветствую! Существуют такие доктора, не буду упоминать их фамилии, да и вообще мне не хочется ни с кем конфликтовать. Мне лишь хочется донести свою мысль для своей аудитории, для тех людей, которые меня смотрят. Так вот, существуют такие доктора, которые из своей гимнастики сделали бренд. Моя гипотеза и мое мнение заключается в том, что если из чего-то делать бренд, то человек теряет свою объективность. Так вот, различные гимнастики и различные методики не показаны всем людям поголовно. Все мы с вами индивидуальны. Да, у нас одна голова, да, у нас пара рук и пара ног, но в целом все мы индивидуальны. И даже одна и та же таблеточка глицина будет действовать на меня и на моего товарища, к примеру, абсолютно по-разному. Почему я против того, что весь интернет усеян гимнастиками для шейного отдела позвоночника, для поясничного отдела позвоночника, для грудного. И все говорят, делайте простые три упражнения и спина болеть не будет. Да, я тоже снимал такие видео, но всегда делал пометку, когда можно это делать, а когда нежелательно это делать. Давайте с вами разберемся, когда не нужно делать упражнения, например, на шейный отдел позвоночника. Или почему не всем эти упражнения подходят. Ну, кто у нас делает упражнения? Вот просыпается поутру и говорит, буду делать упражнения. Скорее всего, это люди старше 40 лет. 40, 50 и старше. Они действительно поутру делают какую-то зарядку. К этому возрасту у людей уже есть структурные изменения в шейном отделе позвоночника. Это и старый добрый остеохондроз. Это и анатомические, например, врожденные изменения сосуда, калибр сосуда позвоночной артерии, например, гипоплазия. Либо есть нестабильность шейного отдела позвоночника, либо есть грыжевые выпячивания, либо есть протрузии, болевые синдромы, воспалительный процесс. И вот при этих состояниях делать динамические упражнения на этот отдел позвоночника, на шейный, это катастрофа. Был пациент у меня, ему там 40 плюс лет. У него МРТ было сделано перед приемом у меня. До этого он МРТ не делал, но у невролога был. И невролог ему сказал, делайте постоянно гимнастику по такому-то вот автору. Ну, мы с вами понимаем, о ком идет речь. И человек делает и делает, делает и делает. Он мне говорит, доктор, я и так, я и сяк, и по кругу кручу, а у меня болит, болит и болит. И у меня продолжает болеть. Смотрим МРТ. Это спондилит, то есть воспалительный процесс, который постоянно поддерживается за счет вот этих вот динамических упражнений на шейный отдел позвоночника. Простыми словами, это гимнастика, которая находится в свободном доступе в интернете, привела его к тому, что воспалительный процесс постоянно поддерживается на должном уровне и дает болевую симптоматику. Со спазмом мышц шеи, с головной болью и так далее. Подытожу, чтобы сильно не забирать ваше время. Гимнастика, которая пестрит во всем интернете, показана не всем. Чтобы рекомендовать ту либо иную гимнастику, необходим очный осмотр, либо хорошо собранный анамнез и жалобы. Плюс визуализация, это либо УЗДГ сосудов шеи, не либо, а обязательно посмотреть, что с сосудами. Это липидный профиль биохимии, это клинический анализ крови и золотым стандартом является МРТ. После всего этого комплекса можно сделать вывод. Делаем зарядку, либо избегаем эту зарядку. Было полезно? Лайк, подписка. Принимаю в городе Санкт-Петербург. Для тех, кто издалека, принимаю и онлайн. Было полезно? Берегите себя. Ваш доктор.